Американские писатели обязательно должны были прожить в Париже. Генри Миллер, все писали о Париже, и все же они привезли туда европейскую культуру. И Голливуд послевоенный был, конечно, великий Голливуд. Кстати говоря, в Голливуд уехали во время войны очень крупные режиссёры, Билли Мальдер. Большое количество крупных режиссёров европейских делали американский кинематограф. Потом вспомните замечательную плеяду всю режиссёров 60-70-е годы, Коппола, Скорцезе. Это была новая волна замечательных американских социальных картин. Но всё кончилось, когда Лукас снял «Звёздные войны». Лукас снял первые «Звёздные войны», и вдруг оказалось, что главный зритель это не читающие родители, а жующие дети. И вдруг взрыв финансовый, и Волл-стрит понял, что надо делать картины для детей, для тинейджеров, и переключился. И родители перестали ходить в кино, а дети теперь смотрят сериалы американские, которые бывают очень хорошими, где литература настоящая. То есть, в определённом смысле, изобразительное киноискусство ушло в телевидение американское. Там есть очень серьёзные сериалы, высокого качества, ну, наряду со всякой ерундой. Вы сейчас готовитесь к съёмкам фильма «Микеланджело»? Я ко многому готовлюсь. Ну, это объявлено. Почему? Почему «Микеланджело»? А почему нет? Ну, Коль Верховен мечтает снять фильм об Иисусе Христе. Нет, ну, нет, я думаю, что это ответы... Я, конечно, мог бы начать рационализировать. Я вот завидую композиторам. А почему вы написали шестую симфону? А почему вы не написали? Была пятая, сейчас шестая. И они отвечают на это, конечно, можно. Но, так сказать, чтобы вот... Ну, ладно. Когда мы в Флоренции в шестнадцатом веке была фамилия «семья», но «семья», а не «семья». Все мафии, конечно. «семья» — это слово итальянское. У нас тоже там семьи теперь есть. «семья» была Стротци, очень известная фамилия Стротци. Они были, конечно, всегда в... Стротци, очень известная фамилия Стротци.